МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Которая происходит в фойе главного корпуса, фойе первого этажа, она помогает людям занести в свои личные кабинеты отсканированные документы, правильно заполнить информацию. Но тем временем и наряду с этим также проходит и дистанционная. Через монитор компьютера с будущими студентами технические секретари приемной комиссии общаются на третьем этаже. Сегодня в личный кабинет на сайте ВУЗа подали заявление 7 тысяч человек. Около 200 абитуриентов получили консультацию вживую. Привычный формат работы в период пандемии нацелен прежде всего на помощь тем, у кого возникли проблемы с подачей электронных документов. Также тем, кто не имеет технической возможности или не владеет компьютерной грамотностью. Документы я подала еще дистанционно, получается, через удаленный доступ. И вот сегодня пришла писать заявление на согласие, что я хочу здесь учиться. На какой факультет поступаете? Почему выбрали именно 5-й университет? На факультет физической культуры и спорта. Во-первых, это считается одним из лучших вузов у нас в городе. Да еще и у меня здесь много знакомых учатся. В очной форме с 5 августа в ЛГПУ проходят и вступительные экзамены. Их сдают выпускники среднеспециальных учреждений. Но как и для приемной кампании, завтрашним студентам дают выбор – пройти внутренний экзамен дистанционно или по старинке, очно. На этих кадрах те, кто выбрал второй вариант. Собравшись, издает экзамен по обществознанию. Документы я подавала дистанционно, потому что так гораздо легче, удобнее. Но экзамен я решила сдать именно в университете, потому что хочется окунуться в эту атмосферу, все прочувствовать, побывать в этих стенах, узнать, как здесь что устроено. В этом году количество бюджетных мест по программам бакалавариата специалитета магистратуры увеличилось и составляет 1563. На самом деле они все популярные факультеты. Это все предпочтения каждого абитуриента. Это факультет педагогики и психологии, факультет физико-математического и технологического образования, историко-филологический факультет, факультет иностранных языков, естественно-географический факультет, факультет физической культуры и спорта, факультет права, экономики и управления. Для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ, прием документов завершится 18 августа. До этого числа нужно успеть написать заявление о согласии обучаться в УЗИ. 22 августа зачислят всех льготников и целевиков. 24 числа будет издан приказ о зачислении первой волны студентов, а 26 августа – второй. С 15 августа начинается прием в магистратуру на платной основе. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова